«Когда Священный Собор открыл чудотворный гроб, все увидели чудное и умиление достойное зрелище. Не только честное тело святого сохранилось целым и светлым, но и одежда, в которой он был погребен, оказалась целой, совершенно нетронутой тлением». Так писал о мощах Сергея Радонежского один из богословов того времени, иеромонах Пахоми Лагофет. Сегодня по всей стране православные верующие вспоминают игумена земли русской. 600 лет назад были обретены мощи великого старца. «Песня и здешение» Музыка «Песня и здешение», «Песня и здешение» «Специально по этому случаю стены Третьяковской галереи покинул шедевр древнерусской живописи – икона Андрея Рублёва «Троица». Величайшую святыню впервые за сто с лишним лет доставили в Сергий в посад. Именно в Троице Сергиевой лавре она находилась до революции, потом её отдали в музей. И вот, спустя век, пусть и всего на пару дней, она вернулась домой, на своё историческое место в главный собор обители. Я желаю, чтобы пребывание этой великой нашей святыни здесь, в лавре, сподвигло нас на самое главное – на единство. Единство Духа, единство общения, единство любви. Ведь именно этого единства нам в наше время как никогда не хватает. Мощи преподобного Сергея Радонежского были обретены в июле 1422 года. Это произошло через 30 лет после кончины Великого Старца. Останки святого были уложены в специально приготовленную деревянную раку и установлены в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Виктория Самойлова, Егор Кабанов для программы «Городские вести». История Самойлова, Егор Кобяков, Херто-